Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас на обзоре прицелы от компании SIP Hunter. Это ффпшники, переменники достаточно компактных размеров, которые можно использовать для широкого круга задач. Был у нас в одно время один бестселлер продаж. Это прицел Discovery 3х12 и 4х16. Две кратности компактных размеров. Обзор есть на канале, вы можете посмотреть. Мы его ставили в основном на Lely, такие на MicroBullPub VL12, айбоны короткие, но в то же время для ходовых каких-то там охот можно было ставить его и на полноразмерные изделия. Широким спросом он пользовался, там были даже интересные фичи в плане того, что пулька калибра 5.5 могла дырочки на верхней крышке барабана вставляться. Была сетка очень интересная, мелквадовская, аналог таски. Одно время это тоже был бестселлер среди PCP сообщества. Сейчас это все конечно кануло в лету, как и прицелы Discovery. К сожалению, они почему-то не поставляются, может быть они будут, но компания SIP Hunter зашла вперед и под своим брендом решили разработать нечто похожее. У нас сейчас на обзоре три прицела. Это практически перекрывает полностью весь спектр задач от охоты до стрельбы высокоточной. То есть эти прицелы можно на малокалиберную винтовку ставить будет и на карабины, и на буллпапы, и на лешего. В первую очередь, конечно, используя фишку компактного размера, наверное, их более уместно ставить на буллпапы и микро буллпапы. Давайте сегодня посмотрим, что они себя представляют. Я очень подробно с ними хочу посидеть, погонять по механике, по сетке. Давайте посмотрим сейчас распаковку, потом небольшой технический тест. Я не буду утомлять вас подробностями, все стандартно. Я планирую, кстати, сделать два ролика по типу ликбеза. По оптике просили меня, то есть первый ролик это вообще для новичков, что такое оптический прицел, как его использовать, ну такой ликбезище прямо. А второй это по проверке прицела. Были у нас там ряд разногласий и сейчас они идут, потому что сейчас и в огнестрельной тусовке начинаю сталкиваться с теми же проблемами, которые были раньше и в пневматической. Причем там даже это более утрированно, я бы так сказал. Там от какого расстояния отмерять? Вот я сейчас, используя лазерную ревлетку, отмеряю расстояние от своего глаза, то есть с учетом ай-релифа. Я общался с техническим специалистом фирмы Маркул, когда делал обзор на прицел Маркул Сталкер. У меня двуязычный есть обзор, как раз это был заказ, мне на тесты прислали его и вот они проверяют их на оптической скамьи с учетом ай-релифа. Соответственно, с того момента все прицелы я начал проверять, используя лазерную рулетку. Вот, вот, от глаза. 25,2. Давайте посмотрим распаковку, потом пробежимся по техническим параметрам прицела. По оптике хочу сказать, что все достойно, но скорее всего я вижу здесь ряд моментов, которые мы уже видели и, наверное, с большой долей вероятности эти прицелы изготавливает фирма Маркул. Могу, конечно, ошибаться, но по крайней мере по стеклам, по механике, по органам управления все очень сильно похоже. Ну давайте начнем изучать. Ну что ж, давайте распакуем посылочку от Сипхантера и посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас три прицельчика. Designed by Siphunter manufactured by Маркул Optical Instrument Company Limited. 3.12. Интересная сеточка. 4 на 16. Сетка похожая. Ну, соответственно, 6.24. Получается вся линейка у нас. Давайте посмотрим, что в коробочках. Так, 3 на 12. Смотрим, что у нас. Kill Flash. Колесо от стройки от Parallax. Здесь, видимо, кольца. Логично это предположить. Да, это кольца. Ну и вот сам прицел. Так, сейчас я его с пакетика вытащу. Ну, вот так выглядит сам прицел. Ну, что-то похожее есть на сталкер. Но отдаленно флипапы в комплекте. Прицел прикольно смотрится. Напоминает чем-то Липерса Acushota 3.12. По габаритам, по крайней мере, такой вот. Так, еще у нас идет тряпочка. Ключик для обновления барабанчиков. Ну, инструкция на английском языке. Ну, как инструкция такая. Спецификации, сетки, прицелы. Ну и все. Давайте другие посмотрим. 4 на 16. Ну, тоже компоновка получается, как мини-прицел. Ну, интересно, интересно. Для блупапов, для микро-блупапов. Леший 1 на Леший 2. Интересный прицел. Ну, комплектация у всех одна и та же. Давайте я сейчас их все достану и рядышком положу. Сравним габариты. Ну, вот вся линейка. Как мы видим, задняя часть у них практически у всех одинаковая. отличаются только передней частью. Все-таки это компакты. Компакт прицел. Ну, 6.24. Компактом, наверное, сложно назвать. Давайте я сейчас достану Маркул. У меня 6.24 нету, есть 4 на 16. Ну, даже он, наверное, будет по габаритнее. Ну, вот, как говорится, почувствуйте разницу. Это прицел Маркул 4 на 16. Полноразмерный прицел это миник 6.24. Если взять полноразмерный прицел 6.24, то он будет еще длиннее. Ну, вот разница в габаритах. Здесь уже на кольцах. Он приготовлен для установки на изделие. Ну, как мы видим, отличаются. И габариты окуляра, и оборачивающая система в другом месте находятся. Узел подсветки похожий в целом. Ну, вот эти рифления все другое. Хотя прицел одной и той же фирмы. Флипапы только похожи. Ну, на большую часть наступают. Ну, вот сравнение по габаритам с обычными прицелами. Сейчас рулетку возьму. Ну, вот, смотрите. Прицел у нас 39. Здесь 31. Стоп. Здесь 37. Здесь 31. Ну, 30 даже и 0.7. Здесь 28.07. А этот у нас вообще 26.4. Вот разницу в габаритах можете ощутить. По диаметру объективы здесь даже больше. То есть, по светосиле он должен не уступать. Вот подсветка сетки у нас. Подсвечивается центральная часть только. Через каждое деление она выключается у нас. Сразу первое, что выразается в глаза и что я проверил сразу с ходу, это то, что барабаны одинаковые. Если вы вспомните мой последний обзор по серии новых маркулов сталкер EVV вот этой серии, то барабаны там изменили. Для того, чтобы после фиксации, ну, то есть, вот мы сейчас их, подождите секунду, приподниму. После того, как мы вводим поправку, у нас барабан сейчас зафиксировался. Зафиксировался. А вот сейчас на этом клике он не фиксируется. То есть, нужно либо сюда его кликнуть, либо на клик назад. Вот здесь вот он, видите, не фиксируется. То есть, не на каждом клике. Вот. Это особенность барабанов. И вот на этом прицеле то же самое все. То есть, вот мы сделали, зафиксировали, а вот здесь фиксируется, а вот не фиксируется. Ну, то есть, то же самое. Щелчка характерного нет. Скажем, это не баг, это фича. То есть, можно сказать, что механика здесь от серии предыдущей генерации сталкеров. Ну, как она и была изначально. Понятно, что другая труба, другие габариты. Труба 30-я здесь. Объектив у нас, по спецификации, 44 миллиметра. Такой же, как и здесь получается. Ну, что, надо брать, тестировать их. Ну, вот наш поверочный стенд. ГОСТовский метр и мишень. Здесь грубо мы сетку проверим, а здесь будем цену клика определять. Итак, это у нас прицел 6,24. Максимальная кратность. Вот так вот вы видите пробоины. Дистанция 25 метров, как я уже сказал. Мишень имеет у нас здесь вот эти вот квадраты, разделенные на 4. Это 5 сантиметров. Как мы видим, сеточка у нас четкая. Все шикарно. Так, вот у нас наш ГОСТовский метр. Сейчас мы зафиксируемся. Но я не буду показывать. Здесь определяем цену клика. Заявлены барабаны у нас 1 клик, 1 десятая мила на дистанции. 25 метров. Один мил у нас 2,5 сантиметра. Соответственно, в 2,5 сантиметрах у нас должно быть 10 кликов. Так, и теперь давайте сеточку отмасштабируем. Как мы видим, здесь у нас 13, 15 милов. То есть по сетке мы можем спокойно стрелять. Как видим, на максимальной кратности прицела немножко темнит. Вот давайте увеличиваем кратность. Можете это заметить. Но это связано с габаритами прицела. Эта физика, ее не обманешь. Но, тем не менее, у нас есть 15 кликов. 5 милов видим с полумилами. Есть ветровые ответвления. Сетка интересная. Точка не перекрывает пробоины на 25 метрах. Давайте сейчас максимально укратно сделаем. Здесь у нас 4,5 в основном пробоины. Ну, то есть она меньше 4,5 миллиметров. Прицел 6,24 на улице. Давайте посмотрим на разных дистанциях. Есть ли у нас хроматические аберрации. Так, как видим сетку. Так, вот параллакс. Яркий солнечный день у нас. Так, ну-ка вон. На те столбы сфокусируемся сейчас. Сейчас фокус наведем. Так, параллакс у нас туговато крутится. Сейчас отстроимся. Вот картинка у нас. Понятно, что все субъективно. Но поле зрения вы можете оценить. Давайте максимальную кратность сделаем. Вот она, 24 у нас. Немножко мутновато все. Из-за того, что свет падает через насадку. Не очень плотно прилегает моя видеонасадка. Но, тем не менее, все мы видим. Вот такая картинка. Просветление белесого цвета. Ну, как я уже сказал, очень похоже. Следующий прицел у нас 4 на 16. Дистанция также 25 метров. Кратность максимальная 16. Как мы видим, здесь больше милов у нас на этой кратности. Но получается, что механика у них вся одинаковая. Очень похоже на это. Соответственно, из-за того, что кратности меньше прицел, получается субъективно более светлый. Картинка также четкая. Пробоины не перекрываются. Мишень, линейка. Мы видим четко цифры. Попробую сейчас еще параллаксом чуть поиграться. Я вижу в экран телефона очень четко все цифры. Соответственно, сейчас мы определим цену клика. Так, а сейчас давайте по сетке разберемся, как у нас тут дела обстоят. По сетке у нас тоже все ровненько. Так, он чуть у нас завален. Ну вот, видим. 5 сантиметров. У нас 2 мила. Все выдерживается. Ну, сейчас проверяем механику. Я потом цену клика каждого экземпляра уже срезюмирую и покажу. Точка ничего не перекрывает. Все видно. Давайте сейчас выйдем на улицу. Посмотрим. Так, кратность 16, дистанция где-то 178 метров. Здание у нас там. Видим кирпичи. Видим четкость картинки. Это уже край моего здания здесь. Давайте чуть ближе переместимся. Так, паралакс у нас. Угу. Так, поехали сюда. У нас тут завалено все. Так, где наш столб? Вот он, столб. Давайте сейчас на нем зафиксируемся. Вот. Ну, понятно, что из-за кратности картинка чуть более светлая получается. Но, тем не менее, все четко видно. Все предметы. Все видно. Вот на фоне. Сетка на фоне веток. Все видно. Так, подсветка, кстати, вот. Можно воспользоваться ей. Видим, подсвечивается первые три с половиной милла. Она ступенчатая. Она ступенчатая. И между положениями выключается. Ну и третий прицел. 3х12. Видим сразу разницу в поле зрения. Видим контур предмета. То есть, это не еды, а оптика. Давайте сразу сеточку. Сеточка также 2 милла у нас. 5 сантиметров. Все четко. Смотрите, как все совпадает. Смотрите, вверху еще над крестом. То есть, можно, в принципе, всю эту сетку использовать. Ребята из Сипхантера, они сами стреляющие. Смотрите, как интересно. Все четыре мишени мы сейчас можем по сетке перекрывать. Они сами стреляют и участвуют в разработке своих прицелов. Ну, которые под их брендом продаются. И, соответственно, сетки у них всегда интересные. То есть, если вот на эту сетку посмотреть. То, смотрите, как интересно. Она у нас сочетает. Вот, можно подсветку даже включить. Смотрите. На красном. Не очень. О! Вот. Вот у нас как сетка подсвечивается. Интересно. То есть, у нас есть и модные тенденции в виде елочки. В то же время сетка не перегружена. Вполне можно работать. Класс. Ну, и ветровые поправки есть. Ну, давайте вернемся опять на кратность 12. Это вот у нас максимальная кратность. То есть, вот эти пять мелов, это для пневматики все. Ну, и для мелкашки тоже, кстати. До 150 метров. Спокойно все это задействуется. Сейчас сцену клика. Проверим мы. Ну, это за кадром будет. Как я уже сказал, потом срезюмируем. Ну, и на улице давайте посмотрим, как этот прицел, конкретно этот экземпляр, покажет себя в солнечный день. Так, ну, вот тот же дом на 170 метров. Сейчас сфокусируемся. О, отлично. Я уже неоднократно говорил, вот эти все съемки через насадку, это все субъективщина, чтобы просто вам оценить поле зрения, сетку, как она теряется, не теряется на фоне веток. Сейчас с параллаксом отыграемся. На вот этом прицеле параллакс очень хорошо работает. Четко все отстраивается. Имею в виду по мягкости. Самый тугой на прицеле 624. Там что-то совсем туго крутится. Так, сейчас мы на наш столбик. Вот так вот. Подсветка. Видно ее, нет? Нифига, что-то я не вижу подсветки. Ну ладно. Так, сетка. Давайте переведем на деревья. Чуть ниже. Опа. Теряется, да? Подсветку. Включаем. Максимальный уровень подсветки. Вот сетку, как видно. Ну, здесь еще больше поле зрения. Вот для отстреловредителей самое то, что нужно. Давайте чуть поближе посмотрим на данный прицел. У нас боковая отстройка от параллакса. Это у нас модель 3х12. Именно на прицеле 3х12 мне показалось, что отстройка от параллакса наиболее мягкое перемещение. Но в комплекте есть кольцо трансфокатора. Подсветка у нас включается вот этим барабаном. Через шаг она выключается. Четкая фиксация. Батарейка здесь стандартная. CR2032. Вот. На всех прицелах она идет. Крышка стандартная, маркуловская. Закрутим давайте. Барабаны у нас... Нужен пластиковый ключик. Он идет в комплекте. Цена клика заявлена. 0,1 миллирадиан. Трансфокатор. Мягко достаточно крутится. Никаких люфтов вообще здесь нет. Прицел очень хорошо собран. Покрытие классное. В комплекте идут флипапы. Такие же похожие были на прицелах Discovery. Но это хорошо. И кольца. Ну кольца такие. Комплектные. Которые я обычно меняю на более высокого уровня. Для PCP пневматики некритично. Можно ставить и на комплектные кольца. Без проблем. Они идут в белых коробочках. Прицел имеет 30 трубу. То есть запас поправок у нас здесь хороший. То есть получается у нас за оборот 6 мил. И у меня запас вертикали получился где-то 4,5 оборота. То есть около 20-22 мил. Ну что мы провели полную проверку прицелов. Сейчас фоном будет идти цена клика каждого прицела. Она не сильно отличается от заявленной. Но для прицелов данного класса в принципе так и должно быть. Сетка на всех прицелах актуальная. Она не перегруженная. Она достаточно интересная. Эти прицелы уместно ставить конечно же на более компактные изделия. Ну я так вижу. Допустим прицел 6-24 на максимальной кратности мне показался темноватым. И вот для спорта допустим наверное рекомендовать его особо нет смысла. Но для тех людей которые хотят видеть пробойный на 100 метров. Но у них нет задачи стрелять в спорт. Либо для себя пострелять. Ну либо просто любят стрелять бумагу. Конечно можно использовать. Все видно. Все четко. Параллакс на прицеле 6-24 самый тугой получился. Вот самый мягкий на этом прицеле. Но в комплекте идет колесо от стройки от параллакса. Поэтому я не думаю что с этим возникнут у кого-либо какие-то проблемы. Подсветка обычная батарейка. Все стандартно. Барабаны обновляемые. Прицел 3х12 на Айбоне. Ну вот он похож очень на Вейроны и Дискавери. По габаритам. Ну и смотрится соответственно он точно так же. На полноразмерном булпапе. Да в принципе нормально выглядит. Но на микро булпапе будет смотреться прям идеально. Больше для него нет к сожалению. У меня микро булпапов сейчас. Поэтому показать вам их не могу. Прицел 4х16 на Айбон. Прицел 6-24 на Айбоне. Ну здесь больше похоже на классическую длину прицела. То есть он уже не совсем такой миник. Но на булпапе смотрится очень даже гармонично и интересно. Ну а теперь давайте посмотрим как эти прицелы на Лешем 2 выглядят. Тут можно использовать концепцию некоторых владельцев Леших. Которую лично я не разделяю. Это то что прицел не должен выступать за складывающейся часть приклада. Ну то есть чтобы при сложенном состоянии окуляр прицела не торчал. Сейчас сложу покажу в чем смысл. Вот такая вот штука. Ну то есть некоторые считают что так правильнее и с эстетической и с практической точки зрения. То есть можно и рюкзачок там подобрать, сумочку какую-то. И вот в сложенном состоянии прицел не цепляется, не выступает. Данные прицелы позволяют эту концепцию осуществить. Поэтому наиболее логично их можно рассматривать на вот таких вот коротких вариантах Леших. Потому что я считаю что в принципе на Лешего можно ставить любой прицел. Хоть телескоп там Маркул 530. Да без разницы какой прицел. Они все встают. Но вот если хочется вот такой вот компактный вариант. То вот смотрите это 3х12. Ну а сейчас давайте посмотрим другие прицелы. Ну вот прицел у нас 4х16. Мы видим что у них окулярная часть это одинаковая. И он также вписывается в концепцию. Очень даже не дурно. Все это выглядит. Напомню это Леший 2 в варианте 250. То есть это короткая версия. На длинной там понятно там любой прицел ставится. Там такую концепцию обычно люди не выдерживают. Вот сюда можно поставить прицел 3х12, 4х16. И давайте посмотрим как будет выглядеть 6х24. Он в принципе уже не совсем миник. Но окулярная часть у него такая же. И я думаю все здесь будет похоже очень. Ну вот прицел у нас 6х24. Как я уже сказал окулярная часть у них одинаковая. Соответственно он встал сюда без проблем. Не выступая за габариты. Не выступая за торец модератора. Насколько уместно здесь вставить на короткой версии 6х24. Но это решать вам. Но вот смотрите. Какие интересные модели. Можно сюда использовать. Вот в таком вот варианте. В сложенном состоянии как вы понимаете. Вот у нас торец барабана. Он никуда не выступает. Ну давайте сложим. Ну вот прицел 6х24 в сложенном состоянии. На этом все. Прицелы заказывайте. Ссылки под описанием. Цены тоже смотрим так. Потому что цены постоянно меняются. Поэтому обозначать я их не буду. Но все. Сопоставимо. Удобоваримо. Подъемно. И для тех кто хочет перекрывать себе задачи. Не только охоты. Но и стрельбы под бумаги. Вот обратите внимание пожалуйста на эти прицелы. Наверное. Самый такой вот будет ходовой прицел 4х16. Потому что можно здесь и охотничьи задачи выполнять. И в то же время достаточное поле зрения. Для того чтобы максимальную кратность можно было использовать. Также в охотничьих целях. Ну и плюс пробоины будут видны на 50 и на 100 метров. Прицел 6-24. У меня вызвал неоднозначные чувства. Но его я бы наверное на малокалиберную винтовку больше рекомендовал поставить. На какой-нибудь Соболь компакт. Но для сугубо охотничьих задач. И при желании чтобы можно было пострелять какие-то спортивные дисциплины. На этом спасибо большое за просмотр. Лайк. Подписка. Делитесь ссылочками. Пишите комментарии. Что вы думаете насчет оптики в таком форм-факторе. Ну и переходите по ссылке. Заказывайте прицелы. Используйте. Всем метких выстрелов. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok